Ну что, друзья, всех рад приветствовать, с вами я, Пандос Фиксович, и я бы хотел бы сегодня вам показать свою команду на кубок фиферов 2024. Если вы не смотрели жеребевку у кефира, то краткий пересказ. Я в начале жеребевки говорю такие вещи. Кот Эдуар. Знаешь, я согласен на любую сборную, только главное, чтобы там был золотой голкипер. Играть с сильверкипером, это вообще забей. А в конце жеребевки получаю вот это вот. Блядь, какой нахуй с Кот Эдуарой, почему я последним себя вытащил? Почему? Ну какой нахуй Фафана 69, блядь? Почему я последний? Почему? Фафана 69. Я просил, я умолял, только не сильверкипера, и мне падает команда с самым худшим кипером на кубке фиферов. Реально, надо было все-таки прислушаться к словам Ставра. Главное правило этой жизни, никогда нельзя говорить, вот только бы не он попался, 100% упадется именно он. Да, друзья, на этом кубке фиферов мне достался самый худший вратарь. Хочется мне или нет, но мне придется пройти с ним весь этот путь. Больно ли мне? Да. Разочарован ли я? Да. Сдался ли я? Ни хрена. Я вас учил никогда не сдаваться. В общем-то, присаживайтесь поудобнее, сегодня я вас познакомлю со своей командой. Также, друзья, хотелось бы напомнить, что ролик сделан при поддержке моих партнеров. Ссылочка будет в закрепленном комментарии. Переходите, вы можете там получить приятный бонус. Все подробности будут в закрепленном комментарии. Сейчас, друзья, будут спойлеры касаемо того, как играет мой вратарь. Поэтому приготовьтесь. Вот, собственно, примерно такого я и ждаю на кубке фиферов. Но это не самое страшное, что он умеет. Он еще умеет вот так вот пускать. Ну и вот ответьте мне на вопрос, как мне морально подготовиться к этому? Ну вот просто посмотрите, что творит этот чудище, блядь. Кстати, если вы не заметили, я сижу в зеленой футболке. К сожалению, футболку Коди Вуара в Москве найти практически невозможно. Поэтому я нашел зеленую футболку со слоном. Если вы не знали, Коди Вуара это наши слоны. Сзади есть что у меня тоже вот слоны. Кстати, я сижу в трусах. Это привет акулу. Кто понял, тот понял. Если что, Республика Коди Вуар переводится как берег слоновой кости. Вроде что-то такое. Поэтому все связано со слонами. Поэтому вот я все, что мог раздобыть, раздобыл. Ладно бы еще во вратаре одном была бы проблема. Но защитники, друзья, посмотрите, какую красоту я забиваю. Казалось бы, на первый взгляд, ну абсолютно непримечательный гол с навеса головой. Но есть, друзья, один небольшой нюанс. Вверх у моего Бали практически 1,90 метра выигрывает чел с роста 1,60 с копейками. 1,90 против 1,60. Посмотрите, как он взлетает. И как же похер моему цзшнику. Ну и вратарю уж подавно. Так что очко у меня будет полыхать знатно. Ладно. С этим персонажем мы разобрались. Что нас ждет дальше? ПЗшник. Ко-ко-у-а-ло. Ко-у-а-ло. Но мне его проще назвать кофе. Кофе. Кофеев, короче. И это никак не связано с тем, о чем мы подумали. Просто кофе. Кофе сокращенно. 4 плейстайла. В прошлом Сильверкарта. Более-менее играет. Умеет тики-тащить. Тревелать. Сериал. Но это все то, что ему нахрен не нужно. Потому что он защитник. Защитных стат практически нет. Только подкат. Вот такой тип у меня будет стоять на ПЗ. Центральный защитник это бои на прокачке. Прошу заметить. Финальная его версия будет выглядеть вот таким вот образом. Спасибо. Electronic Arts. Они додумались. Они додумались, что можно делать параллельно две эволюции. Ну, желательно их до бесконечности. То есть, он, скажем, закинул 5 игроков и пошел эволюционировать. Надеюсь, в своей части будет такая фишка. Так вот, я параллельно эволюционирую и бои. Ну, по остаткам смотришь, как будто бы не предел мечтаний. Но, как бы, имеем, что имеем. И Яя Туре. Я его сделаю 94-м. И вот такие вот статки будут у Яяя. Но все же я рассчитываю на какого-нибудь отдельного футиса. Все-таки сейчас то самое время, когда пора популярным карточкам выдавать какие-то сочные статки. 4 на 4. Что-то умеет. Где-то отбирает. Пасеки, силач, эрил. Ну, а вообще, я бы вам сказал спасибо большое, если бы вы дали возможность эволюционировать галкиперов. Вот это был бы хэппи-энд. Так, второй центральный защитник. Касуноу. Касуноу. Хэзэ кто такой? Из Байера. Видимо, когда-то где-то он получил этот информ. Завалявшийся, никому не нужный. Но мне внезапно оказался нужным. Сами понимаете, почему. Не так много код-дивуаровцев. Код-дивуар... И вуарицев, наверное, да, правильно? Код-дивуарцев. И вуарицев. Которые слоу-рейтом бегают. И кому-то они нужны. Ну, что-то делает, что-то отнимает. Но все равно надежности сильно не вызывает. Это на ЛЗшнике. Апери. Такая же история. Имеет золотые подкаты. Которые нахрен ему не нужны. Два бестополезных таланта. Он умеет акробатить и дальние вбросы делать. Ну, хотя бы бегает. На ПП, друзья, проблема номер два. После Фафаны это Бамба. У которого нет позиции ПФА, к сожалению. И приходится держать его тут без сыгранности. Но, несмотря на это, он умудрился даже 10 ассистов отдать. На ЛП у меня ЗА. Это один из тех челиков, за которых ты еще можешь побегать. 5 плюс 28. Золотые навесы, пацаны, на угловых периодически решают. Я думаю, вы прекрасно понимаете, на кого эти золотые навесы летят. Да, друзья, это Дидье Драгба. Зелененький, красивенький. Повезло мне тогда собрать его из БЧ-карты. Я просил на Кубке Фиферов хотя бы одного пауэршотера. Вот мне его и дали. Мощный удар. R1 и Arial. Вот такие вот красивые пауэршотики. Буду стараться забивать на Кубке Фиферов. Ну, либо же вот такие вот подачки с углового. Вот так вот делаем. На ЗА. ЗА подает и Драгба двумя ногами вперед заносит этот мяч. Да, на Кубке Фиферов, скорее всего, я буду волноваться. Или все будет получаться. Но я буду стараться получить премию самого красивого галешника на этом КФ. Ну, опять же, вот Драгба это, по сути, единственный чел, на которого мне стоит рассчитывать. Да, в паре. Один чел с жереми бога, наверное, правильно читается. Фамилия 4х4. Кинул я его там в какую-то эволюцию. Где-то бежит, даже бьет. Золотая Тривелла имеется. Крутится, вертится более-менее. Но талантов на завершение нет. Да, есть Тривелла. Но под Тривеллу очень тяжело подстраиваться в последнее время. Ну и, друзья, последняя карта, которую я вам еще не показал. Это Кисье. Вот уж было неожиданно увидеть его в промо-футис. Раньше я ждал эти карты по несколько недель, а тут сразу. Вот оно. Держи, пандос, не ной. Жаль, только енота зажали и длинного паса нет. Так бы я киковочки делал. Ну, что, остатки неплохие. У него до этого стояла более хреновая версия. Поэтому скажем спасибо и на этом. Вот, друзья. Такой вот у меня составчик выглядит финальным образом. Опять же, Бамба, вообще забейте, бессыгранности, Фафана. Защита не предел мечтаний. Ползащита окей. Атака окей. Просто окей. Типа Драгба был крутым там, не знаю, 3 месяца назад. Сейчас уже, наверное, не так круто выглядит. Замены вообще нет. Я надеюсь, Пипеги дадут какую-нибудь карточку. Все-таки он когда-то там крутым был. Дика, мэйби, кто его знает. Диало, вот какой-то его ориц из Мочисти Рюнайтеда. Почему бы не дать ему какую-нибудь карточку, согласитесь? Тренер МНЗАКУ. Братан, я с тобой. Также, друзья, есть вот такой вот аккаунт у подписчика, который я чисто гипотетически могу одолжить. Тут как будто бы выглядит все чуточку лучше. Тут есть ППшник Синго. С бащешку собрал. Знаете, в чем рофл? Я же собираю там карты, всякие задания выполняю. У меня куча бесполезных карточек в клубе. Но его ориц я не собирал с той мыслью, типа, как его орицы мне могут попасться. Я вообще об этом даже не думал, поэтому я и не собирал их вообще практически. Тут есть ЦЗ-шник прокачанный, ПЗ-шник, который у меня есть. Апери можно прокачать, Туре, Кисье, Синго, но нет Драгбы. Он не собирал зеленого Драгба, а у него Р1 очень сильно ораляет. И тут есть Алер. Кто-то скажет, он выглядит круче, чем Бага, но у Бага есть один большой плюс. Он ловкий, юркий, вертится, крутится. Алер таким похвастаться не может. 4 на 4, Ариал, Пауэршот, идентичные статки, как и у Драгба. То есть два одинаковых столба получается. А благодаря Бага, как будто бы у меня есть шанс там где-то покрутиться, повертеться и тревелкой закинуться. Поэтому хотелось бы послушать ваше мнение, на каком аккаунте лучше всего отыгрывать на кубке фиферов. Ну вот, собственно, такая вот у меня командочка. Доволен ли я? Скорее всего, нет. Конечно, забавно уже наблюдать за реакцией на жеребевку, где я сидел такой, фуф, хорошо, что не эта команда, фуф, хорошо, что не та команда. А по итогу все эти команды казались круче моей. Я не знаю, это какое-то проклятие. Как так все совпало, что в последнем моменте все решилось. Последний шарик. Худшая команда, блядь. Последний шарик, это я. Да, возможно, не худшая команда, но определенно точно это худший голкипер. Ну, я вот вообще не настроен был играть с сильверкипером, друзья. Так что, что мне остается? Больше забивать, чем пропускать и стараться показать какой-то мастер-класс этой командой. Вот, друзья, не знаю, каким выдастся этот кубок фиферов. Определенно точно не на такую команду рассчитывал. Бля, фавориту Хорватия досталось. Ё-моё, просто жесть. Кажется, это будущий финалист кубка фиферов. Кстати, я полную реакцию на жеребевку, на реакцию Акула выпустил на своем втором канале. Поэтому обязательно подпишитесь. Мой второй канал в описании. Периодически мне сюда страйки, блоки какие-то прилетают. Поэтому, чтобы не терять меня, подпишитесь на второй канал. Еще ролики будут выходить там. Все, друзья. Такой видеоролик получился. Ознакомительный контент с моей командой. Постараюсь, постараюсь изо всех сил не подпускать своих соперников к моим воротам. Иначе будет Габелла. Да. Все, друзья. Чао-какао. Пандосов Иксович был на связи. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok